здравствуйте дорогие телезрители сегодня тема нашей программы традиции рождества и мы встретились с отцом арсением белковым чтобы обсудить откуда же идут рождественские традиции нашей стране куда вас ходят традиции рождества отец арсений традиции рождества конечно восходит к самому раннему времени к самому рождеству христову конечно в иудейской среде не было принято праздновать дни рождения поэтому поначалу мы в священном писании не находим чтобы день рождества христова как-то отмечался но конечно для христиан это очень значимый день и уже древнее общество христианское но не могло просто к этому событию относиться она конечно стремилась его как-то отметить и поначалу в первые века христианства рождество христова праздновали вместе с праздником крещения главное было событие крещения выход христа на проповедь и этот день назывался богоявлением бог явился людям но ведь рождество по сути богоявления потому что бог приходит в этот мир так что эти события они очень тесно были связаны между собой и перекликались по своему настроению по своему внутреннему смыслу поэтому праздновалось вот такое большое торжество как раз зимой связанные именно и с крещением рождеством вместе уже позднее уже в четвертом веке мы видим упоминание рождества как отдельного праздника уже перенесенного на 25 декабря и там уже начинает постепенно формироваться и богослужебный круг связанный с рождеством христовым и те традиции которые потихонечку входят в жизнь каждого человека сегодня современный человек все-таки ассоциирует рождество и отождествляет больше праздники новый год и рождество чем рождество и крещение вот насколько это корректно скажем так и не противопоставляется новый год рождеству христианская на самом деле я думаю что и с крещением мы в общем-то достаточно близки потому что мы знаем дни особые которые называются святки и современный человек даже мало церковный знает об этих днях святки это дни от рождества до крещения то есть это вот тот период который как бы когда раздвигая рамки между рождеством и крещением все-таки сохраняет эту праздничную особую атмосферу настроение этих двух праздников так что по сути вот это единое праздник она никуда не делась она просто растянулась на две недели вот а что касается нового года то конечно новый год в истории праздновался в самые разные периоды и в марте и в сентябре и то что мы называем там старым стилем новым стилем конечно когда рождество праздновать 25 декабря то новый год начинался после рождества и не был уже таким значимым событием как собственно сегодня мы видимо в европе где рождество 25 декабря а к новому году уже все праздники заканчиваются и люди достаточно рано выходят на работу она поскольку у нас такое смешение стилей церкви живет по старому календарю на соответственно гражданские и новый год и гражданские праздники они по новому уже грегори анскому календарю то новый год получился вперед рождества и поскольку все-таки настроение рождества у многих то и праздники у нас такие длительные начиная от новогодних дней к рождеству и дальше конечно крещению несмотря на то что люди выходят на работу тем не менее в дни крещения многие и приходят в храм чтобы взять крещенской воды и окунаются в проруби и ордами так что это вот январь я посвящен всем этим большим праздником я бы здесь не противопоставлял конечно новый год рождества то что это по сути совершенно разные по наполнению по смыслу события одно другому не мешает если говорить вот о традициях рождественские службы очень красивые храмы красиво украшаются но вот с точки зрения именно храмовых традиций что нужно делать в рождество православному верующему человеку конечно рождество предваряет длительный пост рождественский пост когда мы и учимся этому настрою внутреннему мы ожидаем пришествия мир христа спасителя о котором говорили пророки много тысяч лет предсказывали это рождество и представляете вот все человечество жила ожидания этого чуда вот чего то что должно было случиться и даже сегодня историки отмечают то что в иудейской среде на какой-то вот что-то даже в воздухе витал какой-то ожидании в языческой среде христиане до христа наши философы которые уже писали об этом настроении об этом чувстве что-то должно произойти что должно в мире измениться и вот когда мы сами чего-то ждем такого вот особенного для себя да и когда вот это приходит чем ближе да мы подходим к исполнению нашего желания тем трепетнее атмосфера вот рождеский пост на такую атмосферу рождает мы ждем этого чуда мы ждем этого удивительного события и мы этой радостью постепенно постепенно в течение поста наполняемся чтобы прийти к рождеству а рождеству уже само это конечно торжество это то что называется зимний пасха потому что ждество и воскресение они очень тесно связаны христос пришел в этот мир для того чтобы в итоге воскреснуть конечно центром празднования является богослужение и это богослужение особенно торжественным образом осуществляется как правило ночные богослужения совершаются они длительные но в то же время по своему убранству храмов по торжеству песнопение они очень радостные они несут в себе вот эту эмоцию на чудо эмоцию этого глобального события для всего мира для всей вселенной но и конечно вот эта радость которую человек получает в храме который получает через это настроение он старается передать передать окружающим близким поэтому на святках могу посещаем своих родных друзей устраиваются гуляния причем конечно надо понимать что все должно быть в меру естественно до гуляния предполагают какого-то разгула и конечно колядки которые тоже вошли очень тесно в праздник рождества христова именно колядки не как какие-то сезонные песни которые существовали в русском народе а именно как песни прославляющие христа прославляющие его рождество и это удивительное явление потому что действительно вот христославы со звездой с вифлеемской они посещали дома людей посещали христиан верующих и эту радость им несли потому что колядки они и трогательные и радостные бывают у людей слезы бывают наворачиваются я сам тоже в детстве находил с такими словечками и очень добрый опыт приобрел и не могу все-таки не задать вот вопрос все-таки народная традиция еще с дохристианских времен которая тянется связана вот с этими днями предполагает даже николай васильевич коголь пишет да ночь накануне рождества когда гуляет не чистая сила как вы к этим скажем так верованиям укоренившимся еще с дохристианских времен относится церковь и что вы порекомендуете вообще ну во первых во первых конечно верование чистую силу связано с верой в бога да мы знаем что есть бог есть ангельский мир а есть мир бесовский то есть дохристианских верований никаких таких представлений в принципе быть не могло но и у нас не сохранилось сведений особых о каких-то народных традициях дохристианских очень обрывочные сведения а вот что пишет николай васильевич коголя конечно чистый фольклор это чистый фольклор и к сожалению когда люди утрачивают в своей душе на истинную веру настоящую веру они придают себя суевериям различным суевериям и вот к ним относятся как раз и гадание и исключительная такая избыточная вера в нечистую силу потому что христиане они знают что бог сильнее всякого зла и бог приходит в этот мир не для того чтобы разгулялась нечистая сила как раз наоборот чтобы нас защитить от этого зла чтобы нас очистить от греха чтобы нас вернуть к богообщению то есть это святость это жизнь с богом а нечистой силы конечно ей все это не нравится но вопрос в том что нечистая сила тогда может действовать на человека когда сам человек дает ей такую волю над собой то есть если люди увлекаются вот этими всеми нехорошими неправильными делами если они там решат погадать например на сочельник популярная такая традиция они таким образом сами дают власть нечистым духом над собой и конечно от этого можно ожидать всяких неприятностей этого надо конечно избегать нужно правильные смыслы ставить да и сочельник это особый день день тишины день вот да мы поговорили об этом периоде поста подготовительным а сочельник это вот прям вот туда уже когда атмосфера когда воздухе уже витает когда уже вот ты не можешь ни о чем думать какая здесь нечистая сила просто ей места нет в этом не совершенно есть место только вот этому чуду встречи с богом который вот-вот случится да и ведь сочельник это особое богослужение храме читаются царские часы почему царские то есть это особое богослужение на которых даже цари присутствовали приходили в храм и на богослужениях сочельника читаются по риме так называемые это чтение ветхого завета как раз пророчество о христе восемь перемен читается перед рождеством то есть все пророчества христе ветхого завета самые ключевые о как раз да о его пришествии в мир они читаются для верующих храме чтобы они увидели эту связь ветхого завета и нового пророчеств и исполнение этих пророчеств то есть это вот все и в конце богослужения сочельника ставится свеча на середине храма зажженные которые символизируют ту самую вифлеемскую звезду вот она уже звезда зажглась она уже нас позвала нас просто нечего больше даже в себя впускать до никакого другого настроения кроме вот этого перед рожде светского очень важно вернемся вот таких особенностях храмовой традиции хотелось бы говорить но она и домашняя в том числе традиция украшение новогоднего дерева да откуда она идет эта традиция прекрасная есть очень много разных историй относительно того почему именно ель на украшается но мы знаем что все творение служит богу поэтому если мы имеем возможность что-то богу дать до какой-то дар принести то это в общем то неплохо считается что вообще украшение деревьев и что-то на них вешать это языческая какая-то символика но при этом мы знаем что христианство в истории она много языческих традиций замещала замещала для того чтобы дать возможность верующим отойти от язычества на и обрести истинную веру также кстати произошло из даты празднования рождества христова потому что 25 декабря день зимнего солнцестояния и день когда поклонялись богу солнце язычники христос как учит церковь это солнце правды то есть это тот до источник света который действительно освещает нашу жизнь не просто какой-то суррогат действительно истинный свет и поэтому вот потихонечку дайте языческие традиции сживались также и с этим деревом есть придание есть разные опять же фольклор относительно на елочки но самое главное какой смысл сегодня уносится в украшение именно этого дерева мы считаем елочку это деревом вечно живым вечно зеленым она символизирует жизнь и христос который принес нам вечную жизнь да как раз елочка она нам напоминает об этом поэтому она опять же традиция на самом деле довольно позднее довольно позднее к нам пришла она из европейских государств это ряд из них не ставил елочку считается что может быть христианской среде 1 мартин лютер елочку украсил да то есть протестантская традиция но она прижилась прижилась и в общем-то сегодня елочка радует глаз наших причем в советское время какой-то период пытались отказаться от елочки именно потому что она ассоциировалась с рождеством как рождественское дерево но потом в итоге поняли что это крайне сложно и вот тоже попытались обратный процесс сделать сделали елку люди деревом нового года и она стала новогодним деревом но сегодня традиции возвращаются поэтому елочки они и на новый год нас радует и конечно на рождество тоже и в храмах тоже ставят ели и хотелось бы о вашем храме поговорить один из древнейших в нашем черте города каким образом будет происходить литургия праздничная у вас но нас тоже праздничные богослужения начинаются сочельника утром сочельник будет достаточно долгое богослужение о котором мы рассказали и вечером уже начнется праздничное богослужение в 17 часов у нас она начинается на посвященное рождеству уже будут звучать песнопения рождества а затем у нас следующая уже часть богослужения начинается в половине примерно половине 12 ночи 6 на 7 января мы совершаем рождественскую за утренню это краткое повторение вечернего богослужения праздничного и затем уже совершаем литургию праздничная у нас есть такая добрая традиция тоже после литургии дарить подарки рождественские детям которые приходят на ночную службу потому что мы понимаем что это подвиг все-таки ночью прийти на службу и тем детям которые все-таки да на себя так уберут дерзновение посетить праздничное богослужение ночью правда маленькие детки в основном спят на службе где-нибудь на лавочках но тем не менее мы дарим им рождественские подарки так что приглашаем всех в наш храм и конечно храмы которые в вашем районе города находится потому что везде будут торжественного служить у нас еще для тех кто ночью не может прийти есть еще и поздние литургии которые утром совершать с полдевятого утра 7 января бывает так что люди по разным причинам не могут ночью прийти трудно вставать или со здоровьем может быть трудности или маленькие дети не всех из них приводит кстати говоря мы утром тоже подарки раздаем потому что нельзя детей оставить без утешения такой праздник конечно теперь можете поздравить наших телезрителей с рождеством дорогие телезрители от всей души поздравляю вас с грядущим праздником рождества христова пусть этот праздник подарит вам настоящую рождественскую радость пусть бог посетит вас ваши семьи ваших близких и благословит грядущий год чтобы этот год был лучше предыдущего и чтобы бог дал каждому по необходимости по своей милости по своей любви с праздником